Там ещё зелёный какой-то, как будто кристаллы. Тут, кстати, дерево красиво, а смотри, какое. То у нас будет совсем другая цена. Всем привет, ребят, мы находимся в Factory Simulator. Снимаю третий раз, перестраивался раз в пять, наверное. Поставь под этот видосик лайкосик, поддержи меня, для тебя очень стараюсь. Я тебе сегодня попробую всё объяснить максимально доступным языком. Не буду я что-то сейчас перестраивать, смысла в этом нет. У меня вот такая платформа, если что, чекай, запоминай. Окей, смотри, когда ты появляешься, что у нас есть с тобой. Есть инвентарь, можешь нажать на Ешку, можешь просто внизу нажать. У тебя есть вот такая штука. Сюда у нас, ребят, падают наши ресурсы и, соответственно, сдаются. Потом, после этого, ты опять же нажимаешь Ешку, у тебя вот такой кубик будет. На R-ку, если что, крутить, ставишь оранжевым цветом, туда именно оранжевым. Синяя принимать, оранжевая сдавать. Всё понятно, можешь платформу поставить, можешь не ставить, без разницы. Нажимаешь на первую, ходишь к дереву и вот так вот собираешь. После того, как ты насобирал 15 дерева, камень и дерево, ребят, вместе ты не уберёшь в рюкзак. Либо 15 дерева, либо 15 камня. Подходишь на неё, нажимаешь, он у тебя сейчас будет сдавать. Да, сорян, без платформы не сдаёт. Я просто не пробовал без платформы, если честно. То есть нужна платформа. Нажимаем, значит, на Ешку. Ставим платформу стрелочкой туда. Заходим опять в инвентарь. Берём наш куб. Ставим оранжевым туда. И всё, нажимаем. У нас сейчас уже пойдёт. Раз, два, по 10 сдаёт. Всё прекрасно, всё круто, да? Дерево вообще можно сдавать по 65. У меня, по крайней мере, сдаётся. Всё круто, классно. У вас будет задание, ребят. Выполняйте задание. Смотрите, соответственно, есть дерево, есть именно камень. Хотите, выполняйте. Вот эту ты пока манить не сможешь. Она у тебя будет недоступна. Вот, я, смотри, видишь. И мне дали, кстати. А, ещё я выполнил его. Камень тоже по 10. И дерево по 10. Без разницы. Я бегал, собирал деревья. Их просто больше. Кто ближе, то и собирал, короче. Вот видите, где вот эта блямба посередине. Такой квадратик. Вот ей туда, к платформе. Нету платформы. Движ никакой не идёт. Нужно, чтобы рядом с платформой было. Вот, у вас будет первая зона. Вы будете здесь строиться. Всё очень круто, классно. Есть, ребят, шоп на буковку В. У вас очень мало всего босс. Здесь можете не лазить. Слова вам нету. Вот, вас интересует первая вкладка наверху. Смотрите, следите, я где нажимаю. Но у вас не будет вот этих. Видишь, которых я сейчас по которым бегаю. Их, в принципе, не будет. У вас будет дерево за 3,5. Точно за 4К будет камень. И чоппер, наверное, тоже будет. Но не помню точно. Не суть. После того, ребят, как вы выполняли задание. Вы можете это убрать. Можете рядом поставить. Вообще без разницы. Давай, мы этого ставим. И поставим новую с тобой. Также в магазине, ребят, вот. Вот этот блок, он даёт свет. То есть мы его, допустим, купили. Пошли в инвентарь. Взяли. И вот поставили. У нас стало ярче. Здесь зачем-то ночь сделали. Не знаю зачем. Можно было её не делать. Может быть, в этом какой-то есть прикол там. Но я пока что не узнал. Так, берём платформу. Либо изменяем вон ту. И начинаем с тобой строить. Сейчас расскажу, как правильно строить. Потому что я очень долго, если честно, разбирался. Но игруха реально очень топ. Чувак какой-то прибежал. Пуэт, пуэт. Есть всякие платформы. Вот видишь, я здесь на возвышенности поставил. Это мне нужно для того, чтобы туда они спокойно падали. Есть также платформы из стекла. Если ты захочешь вот на вот эту, допустим, вот эту, на вот эту поставить, у тебя она не встанет. Нужна платформа. Без платформы не встанет. Видишь, как у меня второй этаж. Видишь, у меня снизу эти, потом идёт стеклянная платформа и потом уже деревья. У тебя так не встанет. Окей, возвращаемся к постройке нашей. Потом у тебя появится первым делом, у тебя появится пила. Вот это здесь пила находится, ребят. И появится пресс. Пресс прессует камень и всё, в принципе, пресс нужен для камня и для дерева. Он также дерево прессует. Такие как бы фанерки. Давай тебе не буду заморачивать. Я тебе покажу, как у тебя будет изначально. И потом у тебя, что как появится, какую тебе нужно будет по итогу потом построить. Так, ставим мы пресс и ставим мы пилу. Потом мы ставим, берём дерево. Потому что первым делом у тебя появятся именно вот эти вещи. Всё, ставим дерево. У тебя сейчас пойдёт дерево. Всё, пошло дерево. Его распилили. И типа спрессовали. 65. Вот смотри, если мы убираем, допустим, отсюда из этой цепи, у нас получается пресс. У нас по 25. Разница, да, велика. Согласись. Дальше у тебя появится вот такая штука. Это всё за задание, ребят, вам дадут. Такая штука. А это типа точилки какой-то. Я не знаю, реально как точильня. Потом появится у тебя вот такая плавильня. Потом также мы собираем, конечно же, наш пресс. И также мы собираем распил. Распила можно два ставить. Реально два. Вот. От этого вроде бы как бы, вроде бы больше приносят денег именно деревья. Но это не точно. Пробуйте, ребят. Потому что я что-то пробовал. Я уже просто подзабыл. Всё. Мы поставили. Берём обычный конвейер. Мы с тобой сейчас. Вот так вот, допустим. Идём в инвентарь. Ставим камень. И ставим дерево. Но дерево это понятно, сколько приносит. И этот камень тоже будет подороже, чем первый. Вот смотри. Вот у нас проходит камень. Пила не задевает. Но его смотри. Видел? Ну, то есть пресс его это ничего не трогает. И раз он. Оп. И раз поменьше. Уже 225. Запомни, 225 он, да, приносит. Сейчас я буквально быстро переделаю. Если мы поставим после вот этой точилки, то есть перед вот этой точилкой, поставим мы пресс. А потом мы поставим с тобой плавильню. То у нас будет совсем другая цена. Так что обращай пробу внимание. Собирай какие-то маленькие, допустим, перед тем, как поставить. Тем более, вот эти все дешевые у тебя есть. Они у тебя будут. Потом видишь, как у меня просто валяются уже. Потом новые какие-то появились, ребят. Я ещё пока в них особо не разбирался. Вот. Ну, смотри. Мы, допустим, камень у нас был 225, да? Помнишь? Смотри, сколько сейчас бот и как он изменится. Вообще он будет по-другому выглядеть. То есть у нас сейчас пройдёт с тобой плавильню. Потом он прессанётся. Хотя до этого он не прессовался. Видишь? Точилка, получается, ребят, просто пролетает. То есть от неё смысл теряется. И получается у нас он сотку проходит. Я, кстати, со стеклом не пробовал. Давай попробуем со стеклом. Купим. Где у нас песочек? 54К, наверное. Вот этот коим-нибудь купим. И поставим. Потому что так-то я знаю, что он так пролетает. И всё. Возможно. Он его, кстати, прессанёт. Нет, на него пресс не работает. И шлифовка тоже вроде не работает. Так, вот смотри. А если мы поставим, допустим... Если мы поставим распил. Вот так вот просто, ребят, пробуйте. Смотрите, как у вас будет. Потом мы, допустим, ставим плавильню. То есть как-то просто логически старайся думать. То есть у нас сейчас песок расплавит. С тобой сделается куб. Потом мы его попробуем разрезать и прессануть. Потому что просто он не прессуется. Пресс просто проходит. Да, смотри, он разрезался. И 75. А так было сколько? Просто через плавильню. 85. Видишь, то есть так дороже получается. И так же, ребят, с палками. Если мы ставим, получается... Два распила у нас, по-моему, по 65 вроде бы, да, идут. Или вообще по 35, кстати. Которые попадают, они у нас по 35. Но они не всегда почему-то распила. Вот, получается такое, знаете, как... Она более такие мелкие. Она реально распила идет. Если у вас мимо падает, можете вот так вот взять. Потом подойти, допустим, и типа скинуть. Чапунька и все. То есть вот так получается у нас дороже, чем предыдущие. То есть на одну даже меньше, да, какую-то штуку. Но дороже. То есть именно пробуйте. Что, зачем и как. Это все круто, классно. Где брать другие вещи? Ты скажешь, у меня не такой магазин. И вообще, в принципе, у меня, ну, нету столько вещей, сколько у тебя именно в магазине. Я не могу что-то купить там, допустим. То же самое, не знаю, золото я не могу купить. У меня его нету. Вот, ребят, здесь у вас будет апгрейд. Подходите сюда и нажимаете апгрейд. И когда у вас происходит апгрейд, у тебя появятся другие вещи. Вот, то есть по ходу игры ты сможешь копать зеленое. Плюс ты апгрейд нажимаешь, у тебя улучшатся. Окей, также есть тачка стоит 10к. Да, вот сюда подходишь, она, ее вызываешь, садишься в нее. Ну, то есть поэтому все понятно, ребят. Запоминайте, как примерно у меня. Строите так вот. И все чики-пуки. У меня, по-моему, максималочка вообще выстроена. Как можно именно мне на данный момент сейчас зарабатывать с них. Вот эти золотого цвета, а не оранжевого. Это уже просто второго уровня. Они могут другой камень чуть обрабатывать. Все, у нас появилось солнце. Это хорошо. Есть карьер, но мы сейчас в него чуть позже съездим. А есть еще, знаете, что я нашел пока снимал. Вон, нам нужно вот туда вообще на другой край, прикиньте. Сейчас я доеду. Вон, чуваки, видите, тоже, смотрите, примерно все так же строят. Но у него идет распил в конце. А, он вообще разное настроил. Смотрите, прикольно. И видите, он сейчас, наверное, тестит вот эти штуки. Смотрит, что вообще будет происходить. У меня тоже они открылись. Я пока тоже не знаю, что они делают. Ну, я понимаю, что они перекидывают с одного места на другое, потому что там стопор стоит. Но как они, в какой связке и с чем работают, я пока что не знаю. Как вот узнаю, ребят, вам снимут, если вам зайдет такой видосик именно. Смотрите, мне надо, получается, 10 голда. Мне дадут 15к и одну голд, одну голд-штуку, которая будет мне давать голд. Тут, кстати, нужно будет выполнить голд. Мне по косарю примерно, около косаря, приносит денег. Ну, то есть 65, да, и косарь. Потом, со временем, конечно же, можно убрать деревья, которые дают меньше. Сейчас мы проедем мимо. Я тебе забыл кое-что рассказать. И покажу конкретно, ну, чуваки. Видишь, все строят какие-то постройки вот такие. Кстати, как они наверху строят так высоко? У меня не получалось просто ставить. Нужно будет попробовать. У меня реально не получалось. Но платформа, ребят, в любом случае нужна. Смотри, есть, а, вот конкретно пример. Есть золотая платформа. Она спамнит ресурсы дольше. Есть платформа, которая зеленая. Вообще любая. Вот видишь, там золотая и вот зеленая. То есть зелененькая, ребят, она спамнит чаще. В 3, где-то в 4 раза примерно чаще спамнит, чем вот простая золотая. Едем сюда. О, слушай, это что-то новое. Я, вот я не это искал. Там еще какие-то кристаллики. Серьезно? Здесь зон просто, походу, их надо обследовать и обследовать. Я находил, ребят, если честно, вообще другое. Там еще наверху что-то есть. А, я не смогу, наверное, найти деревья. Вообще ничего копать пока. А, ну дерево-то я, скорее всего, наверное, смогу. Ну, не факт. Нет, третий, а третий уровень. То есть мне, видишь, накачнутся до трешечки. И также по-любому кристаллы, кристаллы. Я, слушай, я не видал. То есть в дальнейшем у нас появится на каком-то развитии. На четвертом, ну тачка, ты куда? Вот у нас появятся вот такие кристаллы. Когда ты качаешься до какого-то уровня, у тебя в магазине эта вещь появляется. Просто она может стоить очень дорого. Явно эти кристаллы сейчас очень много приносят. Есть, ребят, такая же зона. Там черная. Что-то тоже нужно третий уровень. Ну, в принципе, слушай, понятно, прикольно. У этой тачки вместимость, если что, 30, а у меня 50. То есть 45 ресов мы можем взять. Причем ты можешь, сначала у тебя наполняется тачка. Ты можешь в тачку набить, допустим, одних ресурсов, а потом других. Деревья, ребят, что здесь, что там, они, в принципе, одинаковые должны быть. То есть стоять. Именно за деревьями, за вот этими, подороже, тебе не нужно спускаться вниз. А, вот оттуда. А у нас еще вон есть пролет. И еще добавят, я думаю, потом пролет. А либо даже, может быть, они и есть. Все, здесь вот этот копий. А, Ирон. Ирон. Но Ирон у меня есть, опять же. Где-то он был вроде. Вот он, да. Ну, либо вот подешевле есть. Тачка, когда, ребят, переворачиваются, просто походите по ней. Вот, все. Сразу не нужно, ребят, сюда ехать, спускаться. Смысла от этого не будет. Во-первых, вы не сможете копнуть. Просто собрать ресурсы. И смысла от этого нет. Просто играйте, развивайтесь. И потом уже, когда качнете следующий уровень, можете сюда уже попробовать съездить. Если вам не интересно, если вам там делать нечего, с платформы сама приносит денег. Это как у нас наверху все, видишь? То есть, ты спускаешься, такой, че, камон. Такое же как-то. Не-не-не, мы сейчас еще ниже спустимся. Вот, видишь, светятся они. Я ее всю, честно говоря, не проезжал. Там, возможно, еще что-то даже более интересное есть. Он там справа, если что, светится, мы к ним вернемся. А, ну вот они, в принципе, есть тоже. Конечно, на этой тачке... О, еще красное. Смотри, какое-то дерево. Вот это, кстати, я не видел. Вот это круто. Давай попробуем копнуть. Ты можешь, кстати, с тачки, если что, не вылезать, копать. Да, третий уровень нужно. Тут, кстати, дерево красивое. Смотри, какое. Или это не дерево? Это че такое? Как его копнуть? Это просто украшение или что? Здесь, кстати, другое что-то, да? Да. Дерево могу, дерево обычное. О, синее. Смотри, какая-то штука. Или это дырка? Блин, я думаю, что я упаду, и я не поеду. Не поеду туда, чуть не упал. Да, мне кажется, это просто для красоты сделано. Возможно, я ошибаюсь. Все, выезжаем. Поехали. Сейчас доедем до красной. Но я тоже думаю, нельзя будет копнуть. Но, по крайней мере, доедем и посмотрим. А, здесь и кристаллы. Смотри, есть вот эти же. Ну, то есть, если у тебя... Ну, там тачка. Я думаю, улучшил бы он тачку. Это вообще четвертый нужен. Это типа лавы, наверное. Что-то типа такого. Потому что, смотри, какой-то столб прямо. Если я не думаю, что этот столб можно копать, бот. Там еще зеленый какой-то, как будто кристаллы. Да, это сделано для красоты. А, это свет так переливается. Прикинь, то есть, цвета-то на другого, походу. Видишь, она вот такого цвета. Падает оранжевый и получается зеленый. Прикольно, да? Так, давай попробую умереть. Не, я не умираю в лаве. Хе, такой яркий, смотрите. Все, ребят, всем пока. С вами был Тим. Оставайтесь веселыми счастливыми. И до новых встреч. Надеюсь, всем объяснил все очень просто на самом деле. Просто пробуйте, ставьте и все.